Привет! Сегодня говорим с вами про надпочечники и стресс. Как справиться, если действительно в большой-большой такой трудности оказался и надпочечники немножко выгорели? Что делать и как себе помочь, если эта история случилась с вами? Вы на моем YouTube-канале и скажу сразу, что действительно надпочечники выгорают у многих. Начинается прокрастинация, вопросы связанные с кортизолом, связанные со стрессом. И так далее. Но есть вещи, которые максимально можно учитывать для физического и психического состояния. Если надпочечники просто-просто максимально выгорели, есть вещи, которые точно нужно и не нужно делать. Первое. Тревожность, нетерпеливость, раздражительность, сон, остеопород, кислотный рефлюс, гастрит, камни в желчном. Это все надпочечники. Здесь сразу говорим про витамин В1, про спорт, про низкоуглеводную диету и переключение внимания с острых проблем на более-более спокойные. И еще один момент. У вас может быть невероятная способность переносить стресс, независимо от того, где вы находитесь и так далее. Но без стабильного уровня сахара, без потери электролитов, без вот этого всего, что происходит в хроническом стрессе, ну очень часто невозможно хорошо себя чувствовать. И я рекомендую вам, если вы столкнулись с этой темой, перестать смотреть новости, акцентироваться на плохих вещах, принимать витамин В1, находиться с людьми, которые вас поддерживают и обязательно-обязательно работать со способностью справляться со стрессом. И эти признаки могут действительно указывать на то, что вы истощились. И да, есть вещи, которые влияют на состояние, и их можно действительно в себе развить. Развить способность реагировать на те или иные виды стрессора, которые происходят у вас в жизни. И да, астма, экзема, аллергия, остеопороз, рефлюкс, гастрит, панкреатит, плохой сон, трудности со сном, вообще в принципе тревожность, раздражительность часто это про дефициты и про стрессоустойчивость. Поэтому пишите вопросы, с радостью вам отвечу и дам обратную связь. Могу сказать, что надпочечники выгорают у тех людей, которые максимально быстро себя сами сжигают и позволяют этому быть.